МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По ее словам, 22 октября во время ожидания общественного транспорта на одной из остановок столицы, к остановке подъехала маршрутка, внутри которой находились 6-7 пассажиров женщин. Женщины, указав на нее, сказали, она правонарушитель, посадить ее в машину или она опять уйдет от нас, как в прошлый раз. После чего они насильно затолкали ее в маршрутку. На ее требования представиться и предъявить удостоверение, женщины грубо ответили, что покажут документы в отделении милиции. Ранее до этого меня один раз уже задерживали за ношение хиджаба, рассказала Муна Вархон журналистам. Следует заметить, что это далеко не первый случай и задержания в Таджикистане женщин, носящих исламское деяние. Так в редакцию Хабархо поступила информация еще о трех случаях задержания жительниц столицы, носящих исламское деяние. В районе Перекрестка, проспекта Рудаки и улицы Турсун-Зада, недалеко от ОМВД района Самани. Жительница АЭР была задержана работниками Комитета по делам женщин в момент, когда она шла в аптеку за лекарствами для больного ребенка, и, несмотря на все ее уговоры, отпустить ее к ждущему лекарства ребенку с высокой температурой, ее провели в отделении милиции, где женщину внесли в список нарушителей и сделали ей выговор. Вторая женщина М была задержана днем позже на том же месте, также за ношение исламского деяния. Но ей чудом удалось избежать общения с сотрудниками милиции. Воспользовавшись моментом, когда задержавшие ее женщины отвлеклись, она ушла с места задержания. Третья молодая девушка отделалась объяснениями, что только пару дней назад приехала из России, причем сотрудник милиции заявил ей, что сотрудники милиции мониторят все центральные улицы столицы через камеры видеонаблюдения с целью выявления женщин, носящих исламское деяние. Аналитики отмечают, что в последние несколько лет тема ношения сатра и хиджаба регулярно массируется режимом рахмона, причем исторически носимая таджикскими женщинами одежда преподносится как нечто чуждое к культуре местного населения. Два года назад был выпущен и принят на официальном уровне каталог национальной одежды для женщин Таджикистана, который носит рекомендательный характер. Несмотря на это, власти Таджикистана вовлекли в борьбу с ношением исламского деяния все возможные административные ресурсы, такие как Комитет по делам женщин, Комитет по делам молодежи, Минобразование, МВД, ГКНБ, Генпрокуратура, местные исполнительные органы власти, главы Махалли и так далее. Сотни человек вышли 19 октября в Ливане на улицы городов для участия в очередной акции протеста, третьей за три дня, против повышения налогов и коррупции чиновников. Об этом пишет русская служба Би-Би-Си. Стихийный протест начался вечером 17 октября против налоговой политики правительства, в частности, решение ввести налог на звонки в приложении WhatsApp и других мессенджерах в размере 6 долларов в месяц. Чуть позже власти это решение отменили, однако протесты не прекратились. В свою очередь, действующая власть в лице премьер-министра Саада Харири немедленно приказала правительственной коалиции предложить варианты решения сложившейся ситуации. Напомним, что ранее аналогичный налог намеревались ввести в власти Таджикистана, однако реакция народа была настолько негативной, что режим Рахмона отменил свое решение. Правительство Таджикистана освободило китайскую компанию ТБЕА от уплаты НДС и таможенных пошлин на ввоз оборудования и технологий для добычи золота на двух месторождениях в Айнинском районе – Верхний Кумарк и Восточный Дуаба. Об этом пишет радио ЗАДИ. Сообщается, что были освобождены от налогообложения ввоз 615 видов оборудования, техники и другого имущества компании ТБЕА, в том числе легковые грузовые автомашины, трансформаторы и другое оборудование. Напомним, что власти Таджикистана методично и под различными предлогами не только передают иностранным компаниям, в частности китайским, богатые месторождения минеральных ресурсов страны, но и создают для них максимально комфортные условия, чего не делают для жителей страны. Режим Рахмона усложняет жизнь для простых жителей, повышая цены на коммунальные услуги и энергоресурсы или вводя дополнительные налоги. Так, например, с 1 сентября этого года в стране произошло очередное повышение цен на электроэнергию на 17%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова